Ну что, ребята, большое вам всем привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем на моём, получается, пятом аккаунте, и как вы помните, здесь мы с вами не так давно, в принципе, слили довольно много трофеев. Так вот, друзья, сегодня мы с вами попробуем их вернуть, тем более ещё и затестить кладбище. Я думаю, нужно, потому что, как вы сами, возможно, знаете, возможно, как-то и провтыкали этот момент, его фиксанули в лучшую сторону. То есть, я считаю, что ему уменьшили радиус, и это здорово, то есть, скелеты теперь появляются гораздо плотнее друг к другу, и вышку грызут гораздо жёстче. Ну, мне лично так кажется, насколько это на практике так будет. Сейчас, короче, ребята, глянем. Короче, наша сегодняшняя цель, это просто-напросто себе вернуть трофеев, попытаться, и очень, друзья, правда, очень сильно рассчитываю на то, что всё у нас с вами получится. Если всё, правда, получится, нам с вами цены не будет, и мы будем с вами прям мега-красавчиками. Слушайте, а может быть, палач не заберёт у нас пламяка и, наоборот, помрёт от него? Эх, мечты-мечты. Мечты они, ребят, конечно, такие здоровские. Ой, братан, ты что тут задумал? Тихо-тихо-тихо. Я пытаюсь тут максимально чётко, ребят, всё вот это вот дело контрить. Гром, гром выручай. Гром выручает, в принципе, но не совсем тогда, когда нужно. То есть, пока я бы не сказал, что идёт всё мега-здорово. Вы гляньте, сколько урона по пеке прошло. Мне даже что-то как-то жалко её, лол. Толком нифига не сделала, а гребла лишний раз, ну, капец просто, какая-то безысходность. Опа-опа-опа, а можно забрать валичку? Давай, пека. Ой, красиво, красиво. Она валичку не забрала, но продамажила её очень даже знатно. Так, ребята, найс. Гром выживет? Да, гром выживает. Тихо, перефокусировал. Это ему почти помогло, мы скажем так, но в любом случае, ребят, урон прошёл. Мы по именно соотношению урон хп на наших вышках лидируем, то есть мы дали больше дэмэджа, чем пацан, но хп на нашей сейчас башне, конечно, меньше, потому что мы-то седьмой левел, а пацан десятый, поэтому это неудивительно, что всё оно так и происходит. Так, тихонечко, молодой человек, можно, пожалуйста, без ваших этих вакидонов, а то я знаю вас, вы тип довольно жёсткий, можете зафигачить их, отлично, отлично. Самое главное, ребят, чтобы маг не получал в подобных схватках тычки, потому что это периодически, ну, очень важно. Так, вот это вот сплэш-урон меня не очень, на самом деле, воодушевляет. Охренеть, две плюхи, минус всё. Вы чё, правда? Вы шо, вы шо, рофлите, господа? Господа, вот, вот яхтах, вот яхтах получается. Ой, хорошо, ребят, вот это вот было здорово. Знаете, что теперь нужно сделать? Смотрите, выдать вот такого вот дракошика для убийства духов из печки, ну и от лечения, допустим, того же самого дракончика. Далее, на изи разобрать дровосека, на изи разобрать бандитку, это в целом мы должны сделать хорошо. После всего этого дела, друзья мои, нанести урон скелетонами, я также надеюсь, что у нас это получится сделать, и чё-то я, если честно, не особо обнаружил как-то много дэмэджа, и меня это маленько смущает. Так, 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 пекарчонок на тебя довольно большие надежды возлагаются. Так, хога? Всё, хога нет, отлично. Друзья, моя просто огромнейшая надежда возлагается на пеку и кладбище. Два вот этих вот товарища, две эти карты, эта связка, на это у меня просто нереальные надежды идут. Ну, камон, ну, братик, ну почему ты вот так берёшь и мешаешь мне своим, своей валькирии? Стоп, урон, блин, бревно, ну ты чё, серьёзно? Скелетоны, колдун, тычку, кто-нибудь? Мак, хорош, ещё. Ну, ладно, окей, не захотел он делать тычки, к сожалению, нашему большому. Ловим хога, это важно, друзья, это мега важно, потому что хог иначе может сделать очень больно и неприятно. Так, хог хорош, хог падает. Ребята, стрелы, крутимся до стрел, выдаём и побеждаем. Ну, или, допустим, просто накидываем вот такое вот кладбище. Один скелетик делает плюху по вышке, и мы побеждаем. Да, такой расход меня, ребята, тоже устраивает. Найс, что можно добавить один бой за нами, ребята, это чётко. 33 кубка, сильверчест, я в целом доволен. Правда, получилось довольно годно, получилось довольно чётко. И идём тогда, ребята, во второй бой смотреть на то, что будет получаться дальше. Девятый левел, кстати, вот если девятый левел сидит на 3200, 3300, даже иногда 3400, это говорит о том, что он играет весьма неплохо, потому что, как правило, тут сидят десятые левела. Это факт, от которого, к сожалению, никуда не деться. Хорошо, если сейчас получится нашему пекарю навалять его мошкетёра и чему-нибудь, что он ещё накинет, допустим, гиганту, я был бы не против гиганта тут увидеть, будет офигенно. Будет, друзья, чётко, нет. Нет, хреново, ребята, я довольно хреново всё это дело выдал, и поэтому мне пришлось жертвовать громом, но заодно это и получается какой-то даже некий байт на то, чтобы пацан что-нибудь набросил. Так, давайте я наброшу мага, давай-ка у неё мелочь, бро. Мелочь у тебя есть? Нет, Валька, это не совсем мелочь, как мы с вами понимаем. Армия скелетов, банда гобольнов, у тебя есть что-нибудь из этой серии? Стоп, я смотрю, у него пока ничего такого даже не наблюдается близко. Если он, правда, ничего такого и не найдёт даже, в итоге, конечно, это же будет чётко. Так, смотрите, как неплохо получается. Мага нас дамажит очень солидно. Блин, мне нравится, лол. Братья, где хп-ш твой? Были же, ёлки-иголки, были. Да сплыли, ребята. Вот такая вот тема меня устраивает, а вот такая вот уже, если честно, не особо. Так, а мы смогём ведь разобрать? Слушайте, нет, мы не смогём. Прикиньте, ребята, и пламик, и сейчас... Как же мы сейчас жидко, если честно, сами знаете, что сделали. Всё печально, пацаны. Всё, правда, грустно. Так, ладно, теряем вышку, ничего страшного, это бывает. Но, если честно, я ожидал то, что мы смогём отдефить бандитку, потом заберём ещё мага, в это самое время пламик разберётся с хогом, и всё будет... Да ладно! Я мискликнул. Я хотел на правый таур высадить. Ладно, окей, мы сейчас попробуем даже, несмотря на такой вот фейл, как-то, возможно, выкрутиться из ситуации. Блин, а Валька же, она капец, там танчить урон сейчас будет по жести. Ладно, мы сейчас просто попытаемся... Ммм... Потерпеть дэмэдж, но при этом, в всём деле, потом нанести в ответку хорошую... Да ладно, а почему... Вышка... Не вышка, вернее, а пушка зафокусила не то, что нам нужд, ребята. Так, Пека, на тебя сейчас огромная надежда. Ты, по идее, должна забирать грома и дамажить. Я понял. Дамажить вышку, хотел сказать я, ребята, но... Если честно, я урона по вышке не обнаружил. Охрененная пушка, бро, просто лучшая вообще. Я лучше в жизни не видал, но знаете, что самое обидное? Она работает. Лола, она реально работает. Всё хреново, друзья мои. Ммм... Всё правда не особо кул. Всё правда не особо гуд. Так, ладно. Гром, братик, выручай. Отлично, бандитка не успела особо войти в инвиз, и это меня тема радует. Друзья, мне не нравится то, что в целом... Да ты чё, издеваешься? Бросать тебе пушками. Он ставит какие-то просто идиотские пушки, они работают. Как? Как он это делает? Объясните мне, пожалуйста. 18 секунд. У нас остаётся с вами на всё про всё, чтобы задефать, чтобы протачить и при этом сделать всё это успешно. Вы что, серьёзно? Вы правда думаете, что мы успеем? Я чё-то сомневаюсь. Блин, ребята. Это капец. Чё-то нас пацан вообще просто без шансов разнёс. Мне хочется плакать. Серьёзно. Просто какая-то обидка. Ставил какие-то реально идиотские пушки просто возле Таура. На нашей половине. И они работали. Охренеть, однако. Ладно. Окей. Бывает. Ладно, сливи. Вадим, Карпати. Давай, братик, покажи хорошую игру. Вот мне кажется, что Вадим будет играть с элитными варварами. Я не знаю почему, но, как правило, получается так, что русскоязычные игроки играют с элитными. Я не знаю, как так получается. Я не знаю, а вообще с чем это связано. Ну или они будут просто мега прокачаны. 11-ые комонки. 3-200. Я напомню, ребят, 3-200. Если что, я с 11-ыми комонками на втором аккауте на брюлике 4К держу. А тут на 800 трофеев меньше. Да, это жестко. Единственное, что можно добавить. Так, ребята. Ну... Не все ведь потеряно. Мне вот во что хочется верить. Так, маг. Спасибо, что выжил, бро. Спасибо огромное. Так, скелетиков не ваншуйте. Тауэр. Вот это вот было близко, на самом деле, к чему-то плохому. Правда. Радует меня, ребят, только одно. Мы продефались. Все остальное как бы идет, если честно, так себе. Но мы продефались. Так, ладно. Гром. Ой, не гром, господи. Гром. Вот у нас обычный маг. Он мега хорош. Правда, он сделал офигенный вклад во все вот это вот дело. Мы, ребята, дофигачим пекаря. Вот такого и по идее он сейчас должен себя очень хорошо проявить. Смотрите-ка сами. Так, готовим грома. Фигачим грома. Блин, он сейчас... Это ошибка. Это я сделал, ребят, очень хреново. Возможно, даже это в какой-то степени байт на ведьму. Вот сейчас эту самую. Но это нас не спасает. То есть, это нашего грома лучше не делать. Он как был хреновым, так хреновым и остался. Разбираем скелетонов. Пека, может быть, ты дашь тычку хотя бы почему-то? Я понял тебя. Спасибо большое. Ладно, у нас, ребята, из Пламенного Дракона просрали Пеку. Но Пламенным Драконом зато мы, как говорится, аддефаться сможем. Именно от гиганта. Ой-ой-ой-ой-ой. Стрелы. Стрелы, где же вы? Стрелы нужны, ребят. Опа, стрелы выручает очень кошерно. Пожалуйста, ведьму. Спасибо. Зафокусил ведьму. Да, отлично. Мы, ребят, разбираем. Проблем пока вроде как нет. Слушайте, если говорить честно, ребятухи, не сказать, что все идет прям офигенно. Сейчас, скорее всего, будет бомбер, поэтому мне потребуется маг и рыцарь. Бомбер будет, не будет? Ну, мне кажется, он мог бы его накинуть, но нет. Он решил этого не делать. Ну и хорош, правда. Ну и реально красава. Так, ребята, нам нужен Пека. Пожалуйста, колдун, не вырывайся вперед, Пека. Хоба, и вперед. Давай, маг позади. Все четко? Да? Да. Отлично, ребята. Вот так вот все. И должно протекать. Смотри, сейчас, наверное, пойдет Валька или кто? Да, пошла Валька, естественно. Вот эта вот тема читалась. Мы забираем, друзья, мою вышку. Сейчас самое главное, чтобы в идеале Пека смогла дать тычку по его этой, господи, ведьме. Смойдет? Нет? Да. Отлично, ребята. Мы ее с вами офигенно продамажили. К нашему большому сожалению не добили, но продамажили действительно знатно. Эй, ты куда? Смотрите, что-то творит опасное. Тихо, тихо, молодой человек. Вы что тут за Тейли такое? Так, 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 ребята, нам срочно сейчас пригодится Пекарь. Вот так вот. Только, пожалуйста, не на скелетиков Пека. Пека, ты что, рофлишь надо мной? Алло? Алло, гараж, прием. Все очень плохо. Все очень плохо. У меня просто... Настолько тупая Пека, что я даже не представляю. Она должна была забирать гиганта. Почему все настолько грустно? Я манировал просто. Девятые гиганты охренительные. Я обожаю эту игру. Я не знаю, пацаны. Мне кажется, она сейчас спасет только чудо. Почему мне такая тупая Пека? Объясните. Почему она вовремя не зафокусила гиганта? В чем ее проблема? Пека, что с тобой не так? Можно было бы сказать, как Ларин, но я не скажу, как Ларин. Ну что с ней? 971 хп. Ну в какие ворота вот эта вот вся тема, елки-палки? Вы правда хотите сказать то, что все нормально? Да нихренашки, ребята. Все очень печально, грустно и обидно. Я вот так вот могу сказать, серьезно. Так, слушайте. У нас даже какой-то, по-моему, хороший пуш наклевывается. Или мне кажется просто, и он на самом деле такой себе. Не, ну я типа надеюсь, я даю кладбище. Офигенный бомбер, бро. Так, Пека. Слушайте, бомбер, каким бы на самом деле хреновым нам бы, как ни казалось, он не был, то на урон он в любом случае накинул нормально. Стрелы на миньонов. Слушайте, может быть, смогем? Гром? Еще гром можно? Спасибо, лол. Вот это вот, ребята, четкий камбэк, за который даже можно накинуть лайкос. Вадим, конечно, был без элиток, но прокачка у Вадима, конечно, жесткая. Поэтому Вадим в этом плане, если говорить честно, не удивил. Почему-то, когда натыкаюсь на русскоязычных игроков, они всегда какие-то жестко прокачаны. Вот я не знаю, почему так, но, как правило, именно таким образом и происходит. Можете, ребята, написать в комментариях, такая же ли у вас тема, но, как правило, так обычно и получается. И знаете что? Именно вот такие вот Вадимы... Да-да-да, вот такие вот самые Вадимы с девятыми гигантами, шестыми ведьмами, седьмыми... Нет, седьмого тут у него ничего не было, я это напутал. Короче, вы поняли, одиннадцатые комонки, девятые рарки на 3200. Такие вот Вадимы пишут в комментариях. Какой ты рак? Какой ты, какой ты прям неумеха? Какой же ты прям... Ты плохой игрок. Ты, ты не умеешь играть. Что ты забыл на этих кубках? Вали отсюда, фу, дизлайк, отписка, говорят они. И просто когда я вижу такие комментарии, вот таких вот, ребята, я представляю. Вот обычно Вадим из Карпати. Почему бы и нет? В общем, друзья, наверное, на такой ноте я и закончу данный видосик. Хотелось бы вас поблагодарить за его просмотр. Надеюсь, что вам такие Вадимы на таких кубках попадаться не будут, потому что это... Это не хочется. Это хочется видеть просто по минимуму. Да, они не умеют играть, это факт, здесь поспорить сложно. Но иногда прокачкой просто люто давят. И это обидно. Поэтому, ребята, я желаю вам удачи. Точите катки. Пусть у вас все будет гуд. Увидимся мы с вами совсем скоро в ближайшем будущем на новом ролике или на новом стримчанском. Всем, ребят, пока-пока и до скорых новых встреч. Давайте, друзья. Удачки. Субтитры сделал DimaTorzok